Вы обращали внимание, что Луна всегда повернута к нам одной стороной? В какой бы точке земного шара вы ни жили, она всегда смотрит лицом, верно? Например, таким. Ну или вот таким. Или вообще, кто-то видит животных. Но речь сейчас совсем не об этом. С вами Новый Ньюс, и сейчас мы разберемся, что происходит на темной стороне Луны. Для начала поймем, откуда эта самая темная сторона берется. Дело в том, что Земля вращается вокруг своей оси, а Луна вращается вокруг нашей планеты. Луна тоже вращается, но при этом она, как вежливый собеседник, никогда не поворачивается к ней спиной. Почему так происходит, что всю жизнь мы обречены видеть только одну сторону Луны? А все дело в том, что период ее обращения вокруг своей оси почти что совпадает с периодом ее вращения вокруг Земли. Если проще, пока Луна прокручивает свой полный оборот, то в каждой точке земного шара она все равно выглядит для нас примерно одинаково. Поскольку практически всегда она прячет от нас одну из сторон, от этого и берется выражение «темная сторона Луны». Но говорить «темная» некорректно. Расист! Расист! На самом деле скрытая от нас сторона Луны гораздо светлее, потому что она более гладкая. На ней нет больших кратеров, как на лицевой стороне, а также темных областей, которые называют морями. Поэтому правильно называть эту сторону «обратная». Но к чему мы это вообще вам рассказываем, и в чем новость? В том, что причина, почему лицевая сторона Луны отличается от «обратной» по-настоящему криповая. Но нет никаких монстров и живых камней, как в фильме «Аполлон-18», там нет. Международная группа ученых, которая изучает Луну, недавно опубликовала результат исследования. Согласно нему, криповость отличия в том, что на поверхности Луны неравномерно распределены вещества группы Крип. Это калий, цезий, эрбий, европий и другие. Под действием тепла эти элементы распадались и прожгли на Луне череду причудливых кратеров. Так что Луна перед нами честна, она не пытается показаться к нам с лучшей стороны. А команда инженеров, которая опубликовала снимки, получила подарок в тысячу бутылок наилучшего вина. От французского винодела Анри Мер. Ранее он заключил пари с советским послом по поводу успеха нашего исследования. Но Луна не всегда бывает для нашего восприятия светлой или темной. Также она может быть еще и голубой. Дело в том, что свет – это волна. Белый солнечный свет состоит из всех цветов радуги. От наименьшей длины волны – фиолетовой, до самой большой – красной. Если солнечный свет будет преломляться через частицы пыли в атмосфере, то Луна может приобрести и голубой оттенок. Однако увидеть такое явление можно очень редко. Примерно раз в два с половиной года. Также до сих пор непонятно, как у нас под боком оказался этот огромный космический объект. Но здесь он весьма кстати. А что же будет, если Луны вдруг не станет? Луна – это наш стабилизатор. Недаром Землю и Луну называют двойной планетой. Наши притяжения взаимно воздействуют друг на друга. И это касается не только руководства оркестром мировых океанов, исполняющих симфонии приливов и отливов. Из школьной программы нам известно, что земная ось чуть наклонена. Но не будь Луны, то она бы просто завалилась набок. Тогда бы мы не знали, что такое времена года, а климат скакал бы так бешено, что Земля перестала бы быть пригодной для жизни. Но это случилось бы не сразу. На приливы и отливы без Луны начала бы влиять гравитация Солнца. И тогда сушу смело бы страшными цунами. Поэтому ночью поглядывайте на нашего соседа и помните про его важную роль в нашей жизни. А с вами был NovaGlow. Живите интересно!